Я, Андрей Елистратов, представляю вам карту нашего сегодняшнего маршрута. От столицы до первой нашей точки в селе Бобулешть 120 километров. Наш путь проходил через город Флорешты, аэропорт Маркулешть, затем мы поменяли направление и достигли села Кухурешти-Дисус и финишировали в селе Кобыле. Общая протяженность пройденного пути составила 72 километра. Сегодняшние интересные места были нам рекомендованы нашим гидом Федором Евстигнеевым. Наше комфортное транспортное средство для сегодняшнего путешествия было предоставлено автоцентром Land Rover. В том, чтобы приезжать на такие места до первых солнечных лучей, есть своя прелесть. Доброго времени суток! Это второй выпуск нашего проекта «Маршрут на уикенд». Раннее утро, рассвет, прекрасная погода. И мы решили продолжить исследовать интересные места вдоль раута. Сегодня мы путешествуем на автомобиле Land Rover Defender новой модели. И я объясню, почему я акцентирую внимание на слове Defender. Defender переводится как «защитник» с английского. А место, в котором мы находимся, это бывшая крепость, которая защищала своих жителей. И мы попробуем увидеть очертания, контуры этой крепости, когда поднимем наш аппарат в воздух. Эти места и этот красивый вид с мыса связаны ни много ни мало внимания с событиями конца девятого века. В первом выпуске я рассказывал, что река Реос была гораздо более полноводной. Вот чтобы можно было себе представить, насколько она была большой, можно принять во внимание тот факт, что здесь, именно здесь, в конце девятого века, ориентировочно в девятисотый год, была разбита речная флотилия князя киевского Олега Вещего. Вот здесь вот. На самом мысе находилось два храма. Один языческий, в честь Бога Трояна, а другой христианский, на месте которого зимовал Андрей Первозванный. И все это здесь, село Бабулешты. Кто бы мог подумать? До следующего объекта ехать было совсем недолго, но зато именно по территории, которая когда-то была окружена крепостной стеной. Возле села Бабулеш, где была древняя крепость, есть маленький тоннель и скальная выемка для железнодорожных путей. 1893 года. Когда-то много было положено труда, чтобы создать ее здесь и продолбить путь. Но сегодня она практически не используется, как говорит Федор Истегнеев. Есть только те, кто помнит, когда на ней путешествовали. Но я вижу это место очень интересным для фотосессий. Таких скальных выемок мы встретили не одну в этом регионе. А затем я не удержался, чтобы не испробовать, как ведет себя полный привод на Defender. А грязь и трава для этого отлично подходят. Иногда для того, чтобы обнаружить место и насладиться красивым видом, нужно просто съехать с трассы, остановиться, заглушить двигатель и осмотреться. Так мы и поступили. Никакой исторической ценности данное место не представляет. Как и по сути, я не могу сказать, что здесь есть какой-то объект. Просто очень и очень красивое место возле Флореш. Найти его нигде в списке нельзя, можно увидеть только проезжая. Но все-таки кое-что здесь есть. Интересно, это гроты. Гроты в известняковой породе. Мы туда подойдем и обязательно посмотрим. Никто не знает, как они появились. Предположительно, люди из деревни добывали известняк для строительства домов. И кто-то еще прятался там. Ну, то есть в 19 веке это гайдуки, а во время Второй мировой войны – партизаны. Сейчас посмотрим. Но я хочу еще раз акцентировать внимание вот на этой картинке. Это настолько просто и настолько красиво, и это рядом, что сюда стоит приехать и побыть здесь хоть сколько-то времени, чтобы получить вот эту энергетику и это удовольствие. Глядя на этот пейзаж из зеленых холмов, реки, лугов, окруженных скалами, в голову приходят ассоциации с Новой Зеландией и фильмом «Властелин колец». Кстати, в этой серии я тоже нашел источник, но уже не горячий, как в первой серии. Родник, но я пробовать в этом выпуске не хочу больше никакую воду из источников. Хватит. Слушай, я действительно не перестаю удивляться, какой была эта река. Вот где мы сейчас стоим, это вот где-то был плюс-минус уровень, понимаешь, воды. Вот оно, вот оно устье, старое, древнее Реута. А пока мы идем к гротам, я хочу напомнить, что если вам нравятся наши выпуски, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Спелеолог из меня так себе, не подходят мне такие тесные пространства, поэтому мы сильно не стали увлекаться исследованием гротов. Но зато мы нашли кое-что поинтереснее. Помните известный мультфильм «Король лев»? Так вот, мы нашли место, которое вдохновило художников из Диснея на его создание. В Афлорештах есть памятник с самолетом-истребителем МиГ-19. И как всегда, мы показываем его с того ракурса, с которого его вряд ли могли видеть раньше. Следующая точка нашего маршрута – аэропорт Маркулешт. Ее добавил Сид, наш оператор. Ему интересно очень посмотреть, что там происходит. А по дороге мы наткнулись на интересный мост. Ну, он реально клевый. С виду, как будто его проектировал Эйфель, но это не так. Кстати, в унгенах есть мост, действительно, который спроектировал Эйфельд. Интересный пак. Ну, до унген мы доберемся потом. А пока что с этим мостом? Да ничего, у него никакой не ценности нет. И состояние его такое очень сомнительное. Я хочу проехать на машине его. Ну, реально, мне кажется, если разогнаться, это возможно. Бред, конечно, как с одной стороны, но это же приключение. Так, давайте планируем все четко, чтобы… Я не хочу, чтобы мы угодили куда-то в воду или застряли на этом мосту наперекосяк. То есть здесь единственный вариант, где можно проехать, это по этой части, где сохранились эти… Ну, где-то полугнилые балки, где-то деревянные еще целые. То есть я разгоняюсь, даю газа и строго по этой части на скорости пролетаю. Если я где-то остановлюсь, то я думаю, что все, караул. Ну что, начинаем? Погнали. Погнали. Конечно, это самолетики взлетно-посадочные, видно. И… вывеску. Вертолет взлетает. Где? Вон, видишь, крутится лопасти? Осторожно! Судя по всему, да, он или только приземлился, или не поднялся, или не взлетел. Вот, собственно, то, что я начал говорить, все, что мы можем показать относительно аэропорта в Маркулеште, это вот отсюда издали, хотя он международного уровня, и вывез тут. Да, никакого забора, на самом деле перелезай, иди, но я думаю, мы не будем этого делать. Не надо, у нас еще есть какие-то локации. Антон нас покажет потом по основным рейтинговым каналам в новостях. За рулем Defender любая грязь, вода и неровные дороги реально таки манят, чтобы в них залезть и проехать по ним. Я считаю, что это идеальный вариант авто для наших дорог. Мое самое любимое время года. В этом году немножко попозже, но, тем не менее, оно прекрасно. Все расцветает, сейчас еще чуть-чуть, и просто будет яркий взрыв зеленых красок. В 1912 году известный архитектор проектирует и строит церковь в селении Бессарабии. Форма ее верхушки похожа на колокол, как и старой церкви родного этому архитектору города Кишинел. 35 километров от города Париж и 165 километров от столицы, есть село Кухуречский Дисус. И связано оно было с семьей Богдан, первое упоминание об этом селе в 1437 году. А значимый вклад в историю об этом селе внес тот самый Алексей Щусев, известный архитектор. Мы бы не зашли просто в какую-то церковь на территорию гулять, но это, помимо того, что красиво и спроектировано именно архитектором Щусевым. И построено под его надзором и заказано было той самой семьей помещиков Богдан. А помещики эти развивали это очень хорошее село, построили учебное заведение и занимались развитием сельского хозяйства здесь и улучшали жизнь крестьян. Церковь в Кукурештах не закрывалась с момента основания, во многом благодаря местным жителям, патриотам родного села. Да, да, мы здесь, наконец-то, наконец-то я приехал сюда. Я много лет хотел посетить это место, но не знаю, когда бы я еще сюда приехал, если бы мы не начали наш проект. Пошли. Село Кобыли, сел Донецкого района. И да, это он, это он, тот самый дуб, дуб Штефана Челмари. Ну, кто такой Штефан Челмари, я думаю, неприлично отговорить, а если вы не гражданин Молдовы и смотрите этот выпуск, то для этого есть интернет, вы можете почитать. Два метра. По официальным данным, это самое старое дерево. Это было неожиданно. Итак, по официальным данным, это самое... Кстати, мы пойдем попробуем. Итак, по официальным данным, это самое старое дерево на территории Молдовы. И ему официально более 700 лет. Это дуб обыкновенный. И, как говорят биологи, он на самом деле может достичь 2000 лет. Именно по одной из легенд, великий Штефан отдыхал в пени этого дуба. И его диаметр в обхвате составляет 7,5 метров, а крона около 1000 квадратных метров площадью. Но сейчас он только начинает зеленеть. Этого крона мы не видим. Я так долго хотел сюда попасть, но не было все оказии. Дуб Штефана находится под охраной государства, конечно же. Вот официальная надпись о том, что ему 700 лет. Ну, уже получается чуть-чуть больше. Но он реально большой. Интересный факт. Возраст самого села Кобыля составляет около 500 лет. Таким образом, дуб Штефана Великого существовал здесь задолго до того, как здесь появились первые жители, которые начали обрабатывать землю. Дуб находится на территории церкви. И тут же есть старая колокольня. И она открыта для посещения. Путешествовать по нашим маршрутам на уикенд на Land Rover Defender одно удовольствие. Чувствуешь себя надежно, как в танке. Но только еще и комфортно. Кстати, памятник с танком находится возле трассы у села Чинишуц Резинского района. На самом деле, красивых мест в нашей стране очень много. Было бы желание и время, и тогда любой может построить свой маршрут на уикенд. Не забывайте, что мы рады любым вашим комментариям, советам и, конечно же, подпискам на наш канал YouTube и на страницах Facebook и Instagram. Ну, а теперь самое время вернуться к тому напряженному моменту с аварийным мостом. Я хочу... Я хочу проехать на машине его. Погнали. Ну, вы серьезно думали, что я это сделаю? Тогда бы это был последний выпуск, скорее всего. Смотри! Фу! Еще! Блин! 50 бань! 50 бань! Смотри! Смотри! Добыча. 50 бань! Я предлагаю продолжить. То есть... Попробов breeмы по apparem. 50 бен! Попробов! Games spirit. Отсу bad.